Итак, друзья мои, продолжим эфир, бизнес-канал на Финам.ФМ, вторая часть его под названием «Бизнес-класс». Сегодня тема нашего эфира в бизнес-классе такова. Как открыть агентство маркетинговых коммуникаций и составить конкуренцию уже существующим. То есть задачи сегодня у нас стратегически важные, я бы так сказал. А это не абы с кем обсуждают стратегические задачи, обычно с высокими профессионалами обсуждаются. Я очень рад, что сегодня в студии именно один из таких, точнее одна из профессионалов, бизнес-вумен, очаровательная Маргарита Середа. Основатель агентства маркетинговых коммуникаций «Вин-то-Вин Коммуникейшнз». Обязательно, потому что это коммуникации во множественном числе. Маргарита, добрый день. Добрый день, Олег. Добрый день, уважаемые слушатели. Ну что ж, уважаемые слушатели, я для вас напомню на всякий случай, хотя я уверен, вы прекрасно все это уже давно запомнили. Телефон прямого эфира, телефон студии 6510-99,6, код города 495. Значит, у вас есть возможность позвонить нам в студию, задать свой вопрос Маргарите, либо поделиться собственным мнением, такое тоже часто, слава богу, бывает. Либо напишите нам по адресу электронному финам.фм. Свой вопрос, я его прочту в эфире, и Маргарита на него ответит. Да, Маргарита? Обязательно. Ну что ж, давайте начнем. Давайте начнем, но тем не менее, традиционно, чтобы некий мостик в нашем бизнес-классе от первой его части под названием «Сухой остаток» ко второй перебросить. Напомню я для вас, Маргарита, мы сейчас говорили с представителями инновационных компаний, управляющими партнерами, венчурных компаний, о некой синергии между проектами инновационными. Вот они, точнее она эта синергия, ну это взаимосвязь или там как-то по-другому можно. Она способна в конечном итоге к такому не совсем традиционной математике привести, когда один плюс один будет равняться трем, а то и большему числу. Ну, задача благородная, понятно, мы все бизнесмены, мы все инвесторы. Как вы считаете, вот в рамках того, о чем мы сегодня будем говорить, да, говорить о коммуникациях маркетинговых, вот такая синергия возможна? Нужна она или лучше все-таки особо не распыляться и зациклиться на собственном проекте, несмотря по сторонам, одеть шоры и довести его до ума уже? Как вы считаете, Маргарина? Конечно, ну синергия это то, что составляет основу моего бизнеса, мои бизнес-модели. Серьезно? Ну, действительно, мы же предлагаем интегрированные маркетинговые коммуникации, это всегда объединение интересов нескольких участников. Здорово, это как в известном фильме, это я удачно зашел. Да. То есть это мы сегодня в тему с вами, абсолютно, да? Абсолютно в тему, более того, даже наше название Win-to-Win Communications подразумевает полную синергию. Я не знаю, известно ли слушателям, но тем, кто читал бестселлер Стивена Коуи, этот термин встречался, он означает стратегию «выиграл-выиграл». Вот, это как раз-таки и есть та синергия, необходимая любого проекта. Абсолютно согласен. И здесь это не просто красивое название для нас, это наша философия, это модель нашего бизнеса. Мы себе взяли такой лозунг, такую идею, что победа может быть защитна только тогда, когда в выигрыше остаются все и партнеры, и клиенты, и сотрудники, и сообщество. Поэтому наша задача как раз-таки, предлагая какие-то программы нашим клиентам, интегрированные, объединяющие большое количество инструментов, также находить партнеров, находить инвесторов. И, соответственно, это абсолютно наша тема. Вот, вот, меня очень это радует, так получилось. Ну что ж, давайте на вашу тему и поговорим. Ну, Маргарит, прежде всего, я хотел бы подчеркнуть для наших слушателей, что вы, ну, я даже не могу сказать, относительно недавно, да, на рынке. Совсем. Совсем, да, вот-вот-вот, 20 января, да, по-моему, был официальный пресс-релиз. Ну, давайте отсюда мы начнем. Как это все дело выглядит, что вас подвинуло, я прекрасно понимаю, у вас есть опыт, естественно, да, и, тем не менее, в какой-то момент принимаете решение затеять собственный бизнес. Это дело такое непростое, как правило, да. Тем более девушка. Очень непростая, да. О, давайте, Маргарита, рассказывайте. Ну, что меня сподвигло? Я являюсь учредителем и основателем одного из крупных коммуникационных холдингов, и в какой-то момент мы очень давно работаем с партнером, 15 лет, возникли разногласия, вот решили, да, можно так сказать, заставила жизнь. Я ждал какую-то романтическую историю, красивую. Нет, я не сидела на кухне и не думала о том, а не открыть ли мне агентство маркетинговых коммуникаций, такую непростую историю. А тут такие банальные вещи. Здесь абсолютно банальные вещи, ну, соответствующие рынку, люди сходятся-расходятся, кто-то кого-то скупает и кто-то делится наоборот. Так вот, у нас как раз такая история, когда я поняла, что конфликт уже неразрешим, я для себя решила, что самым правильным будет просто пойти создать свою компанию с тем видением, которого я придерживаюсь. Маргарита, я прошу прощения, вот к поводу видения. Все-таки традиционно, ну, может быть, вы меня поправите, традиционно конфликты среди бизнесменов, тем более там работающих достаточно тесно друг с другом, возникают по нескольким основным направлениям. Первое – это финансовое направление, ну, другими словами, деньги не поделили, да. Второе – это некая стратегия развития, да, там, я не знаю. Ну, и третье – может, какие-то бытовые вещи, я не буду сейчас их касаться. Вот в вашем случае, что причины такого разрыва? Как раз-таки причины две. Видение относительно стратегических планов развития холдинга дальнейших и также, как бы, разный взгляд на управление персоналом, если так обобщить. Я очень увлекаюсь, можно так сказать, различными технологиями, связанными с управлением персоналом, и у меня сложилось какое-то определенное мнение, оно соответствует современным трендам, чтобы эффективно управлять командой, которая не является твоим... Если вы разного возраста с вашей командой, то вы должны очень хорошо понимать, что их мотивирует и как вообще с ними разговаривать на одном языке. Допустим, всем известный термин – поколение «миллениум». Ну, казалось бы, ну и подумаешь, поколение «миллениум». Это всё ничего до того момента, пока к вам не приходит сотрудник и не говорит, что в разгар проекта, что вот я, ты знаешь, я, наверное, поеду на Гуа на шесть месяцев. Или там у моей подружки свадьба, я должна резать салаты. Знаете, такие смешные истории. Это ребята поколения «миллениум», да? Да, возникают, да. И тогда задаёшь себе вопрос «боже мой, как же с ними разговаривать? Что их мотивирует? Как сделать так, чтобы выстроить с ними долгосрочное взаимоотношение?» Баргарита, я прошу прощения, вот я представил себя на вашем месте почему-то сейчас. Сложно мне представить себя на месте человека, который в разган рабочего сезона, что называется, на полгода на Гуа. Да, да, у меня там, видимо, какие-то духовные искания. И вот на вашем месте, да, вот вы смотрите, вы с ним уже какое-то время работаете, правильно, хорошо. Вот какой вопрос в ответ на это заявление звучит из вашего отца? Ну, первый был вопрос «а что случилось?» Действительно, что-то же должно случиться. Да, нужно было понять, это что, так работать человеку не нравится, так надоело то, чем он занимается, или действительно что-то случилось в жизни, какие-то лишние... Причём вот вариант с салатами, мне кажется, он более убедителен. Да, там всё прозрачно. Салат некому резать, естественно, мне надо же помочь, подружке-то нужно. Да, подружка одна с мамой. Да, а вот полгода на Гуа, конечно, это... Не просто, поэтому, собственно говоря, когда я сталкивалась с такими вещами 5 лет назад, 6 лет назад, я озадачилась, где же искать пути решения. Соответственно, пошла обучаться на различные тренинги, коучинговые, посещала конференции HR-специалистов. И, соответственно, набралась опыта, набралась различных инструментов, у меня сформировалось определённое видение. Я сейчас знаю, как разговаривать с этой аудиторией, как ими управлять, как сделать так, чтобы интересы компании были выше салатов и Гуа, как их замотивировать. Маргарита, мне показалось, смотрите, вы как человек самокритичный, вот в этой ситуации, после общения с этими ребятами из Милленио, на себя всё-таки, да? Конечно, в первую очередь на себя. В первую очередь на себя, вы говорите, ну, наверное, я в чём-то не права, если вот они так... А ведь кто-то мог сказать, так, ребят, вы с ума посходили, что ли? Вот давайте, вот там дверь, идите отсель, и я других наберу. Вы пошли по другому пути. Ну, объясню, почему. Дело в том, что в нашем бизнесе, впрочем, как и во всех других, команда – это основа, да? Ведь персонал – это как бы основная ценность бизнеса – это персонал. И поэтому сформировать команду, обучить этих людей, потом удержать их – это стоит больших усилий. И вот просто так «до свидания, уходи», ну, я считаю, что это неправильный подход. Тем более в нашей сфере все от нас ждут креативности, да, этого нестандартного мышления, гибкости. Нет, нет, по поводу креативности вот в точку, мне кажется. Ну, куда более нестандартные мышления, да, конечно. Конечно. Маргарина, сейчас прервемся ненадолго, мы послушаем новости на Финам.ФМ, потом продолжим. Ну, что ж, друзья мои, продолжим. Продолжим наш эфир. Сегодня мы говорим на тему, как открыть агентство маркетинговых коммуникаций и составить конкуренцию уже существующим. Это очень важно. Еще раз напомню, гость я сегодня в студии бизнес-класса, Маргарита Середа, основатель агентства маркетинговых коммуникаций «Вин-то-Вин Коммуникейшнс». И для вас, уважаемые слушатели, телефон студии 651099,6, код города 495 и сайт компании «Финам.ФМ». Ну что ж, Маргарита, продолжим. Продолжим. В общем, давайте так. Понятно, что все это нелегко было. Нелегко. Да, выбор, чем мы мотивированы, тоже более-менее понятно. Ну, а дальше, как все это развивалось, как это развивается сейчас и, на самом деле, как это, на ваш взгляд, должно развиваться в будущем. Развивается замечательно. Фактически, компания была создана за два месяца, и мы начали свою работу сразу после новогодних каникул. Официально объявили 20 января о выходе. Что самое главное? Самое главное – это команда. Найти, сплотить, удушевить команду. Вот мне хотелось сразу уточнить, да, где вы людей-то этих взяли? Переманились со старого места работы? Или, может быть, готовились? А можно на этот вопрос отвечать? Можно, не отвечать. Да нет, хорошо. На самом деле, костяк команды составляют эксперты рынка, профессионалы, которые вместе с этим рынком росли и развивались. Я вот тоже в их число бессложной скромности скажу. И скромность неуместна. Не нужна скромность. Костяк команды составляют как раз-таки вот эти профессионалы, которые отработали на рынке от 15 до 20 лет. Вторая часть команды – это молодые, но не менее профессиональные люди. Вместе вот эта часть молодых проработала совместно от 3 до 5 лет. Соответственно, конечно же, мы нестандартный стартап в связи с тем, что, да, абсолютно нестандартный по некоторым параметрам, в частности, вот по команде. На сегодняшний день у нас 40 человек. И вы знаете, в нашем бизнесе как раз-таки команда – это самое главное, потому что с профессиональной, мотивированной командой можно захватить, взять любого клиента. Рынок сейчас становится прозрачным, конкуренция существует, соответственно, каждый борется, предлагая лучшие идеи, более эффективный бюджет. Ну, и мы, соответственно, в этом тренде абсолютно на честных условиях участвуем в тендерах. Мы работаем с крупными международными брендами. У нас на 95% пул состоит именно из таких компаний. Конечно, есть и российские. Вы сами преимущественно в какую сторону смотрите? Дело в том, что… При выборе будущего клиента? Вы знаете, смотрю в любую сторону, клиенты все хороши, каждому можно найти подход, с каждым можно посотрудничать эффективно, интересно, сделать какие-то… Специфика, я уверен, есть уже, да? Есть, да. Есть иностранные. Российские компании, они уже десятки лет понимают, что такое маркетинг, что такое пиар и выделяют на это бюджет, и с ними работать легче. С российскими компаниями до сих пор, конечно, в российских компаниях сейчас очень много топ-менеджмента, который получил хорошее образование. Они понимают значение этих вещей, да. Но, тем не менее, до сих пор приходится иногда сначала образовывать российского клиента, чтобы потом же с ним и работать. Объяснять ему, что такое пиар, как посчитать его эффективность, вообще на что это будет влиять и как. Ну, опять один смешной пример. Я такая девушка с юмором. Один клиент, например, сказал, а вот как это будет влиять на продажу моей колбасы? Ваш этот непонятный пиар. Который непонятно, как его пощупать и как его измерить. Ну, мы, естественно, сказали, ну, конечно, впрямую на продажу колбасы это вряд ли повлияет. Но, тем не менее, имидж, управление репутацией, информация о бренде. Нет, просто решили не работать с колбасой. Дело в том, что, понимаете, вопрос слишком много усилий. Агентствам тратятся именно на объяснение, разъяснение. А не на работу непосредственно по проекту. То есть, становится не совсем эффективным? Неэффективно абсолютно. Соответственно, взвешиваешь и думаешь, ну, наверное, скорее нет. Тем более, что мы себя уверенно чувствуем. И уже сейчас, даже на этом этапе, можем выбирать клиентов, с кем нам интересно работать. С кем не очень эффективно было бы. То есть, такая возможность есть. Это самое главное всегда. Такая возможность есть, да. Маргарита, давайте мы вот сейчас о чем с вами поговорим. Агентство маркетинговых коммуникаций. Ну, звучит так заманчиво, но не для всех понятно. Давайте попытаемся расшифровать, чем занимается агентство маркетинговых коммуникаций. И уж тем более, я прошу прощения, возвращаясь в начало эфира, помните, мы говорили о синергии. И вы говорите, это как раз наша тема интегрирования различных технологий и подходов. Вот сюда тоже надо прийти будет. Постараюсь. От печки. Если не заблужился. Чем занимается агентство? Мы предоставляем услуги в сфере PR, Public Relations. Весь спектр услуг, Media Relations. Также Digital коммуникация – это то, без чего сейчас невозможно просто жить. Мониторинг и анализ СМИ – это наш инструмент, это нам необходимо для подготовки предложений, необходимо для того, чтобы клиенту отчитаться о проделанной работе. Событийный маркетинг – это тоже ивент-маркетинг, часть маркетинга, неотъемлемая, которая очень популярна. И у нас еще есть Production – это разработка дизайна и производство сувенирной полиграфической продукции. То есть мы обладаем всеми необходимыми инструментами для того, чтобы предлагать клиенту максимально эффективное решение его задач. Ну, естественно, лежащих в сфере маркетинга. Прямыми продажами мы не занимаемся. Вот. И, соответственно, синергия, как раз-таки, как я уже говорила, это и есть то, к чему мы стараемся приходить в каждом проекте. Ну, я предположу, смотрите, когда вы планируете заняться темой, или давайте так, уже на стадии обсуждения с потенциальным заказчиком, вы предлагаете весь спектр услуг, естественно, достаточно обширный. Но, может быть, по причине, ну, по разным причинам, давайте так, по причине отсутствия понимания со стороны заказчика, а может быть, по более прагматичным каких-то причинам, приходите ли к выводу, что вот весь этот спектр в данном проекте не понадобится, а нужно только, условно говоря, там, те же самые современные технологии, да, ну, или там, наружная реклама, или там еще что-то, а все остальное мы забываем. Или, пометуя о синергии, один плюс один равно трем. Вы все-таки настойчиво объясняете заказчику, что чем больше спектр вот услуг, да, о которых идет речь, тем больше отдача. Конечно же, если мы сами видим, что результат при сочетании ряда инструментов будет намного эффективнее, и мы достигнем той цели, которой станет клиент, мы будем клиента убеждать. Если клиент просто не согласится, ну, наверное, придется отказываться от проекта, потому что, ну, вы знаете, имидж зарабатывается годами, а потерять его можно в одну секунду. Соответственно, для нас репутация нашей компании так же важна, как репутация наших клиентов. И если мы видим, что проект, на котором настаивает клиент, он не приведет к успеху, мы просто не будем в этом участвовать. Ну, попытайтесь ему объяснить сначала. Конечно, мы обязательно попытаемся объяснить. Кстати говоря, создавая новое агентство, мы расширили направление диджитал, потому что это сейчас неотделимо от пиара. Это настолько уже... Такая произошла синергия, что невозможно разделить эти две услуги. Мы добавили еще и корпоративные коммуникации, и тренинги. Дело в том, что технологии настолько быстро развиваются, и информации так много, что необходимо даже самих клиентов и собственных сотрудников обучать этим новым технологиям, как с ними работать, как как раз добиться этой синергии максимальной эффективности. Вот как-то так, да. Клиенты, когда к вам обращаются, они понимают, что они по каким-то причинам какой-то информацией не владеют и готовы обучаться то, что вы предлагаете. Конечно, готовы. Они ведь к нам обращаются как к консультантам. Мы же не просто исполнители какой-то отдельно взятой задачи, мы консультанты. Мы консультируем потребности клиента, мы помогаем им иногда даже сформулировать брифы, когда они сами нечетко понимают, что они хотят, и предлагаем максимально эффективное решение. Это плохо, когда не понимаешь, чего хочешь. Маргарита, спасибо, мы сейчас прервемся, послушаем рубрику «Вне времени», потом продолжим. Итак, друзья мои, продолжим. Продолжим эфир. Как открыть агентство маркетинговых коммуникаций и составить конкуренцию? Уже существующим. Это тема нашей сегодняшней программы. Сегодня в студии Маргарита Середа, основатель агентства маркетинговых коммуникаций «Вин-то-вин коммуникейшнс». Телефон студии 651099, 6, код города 495 и сайт компании «финам.фм». Итак, Маргарита, продолжим наш разговор. Ну и, собственно, как строится бизнес, на что надо внимание обращать. Даже, ну, учитывая, что у вас все-таки была, да, какая-то, если можно так сказать, база уже под ногами. На пустом месте, да? Здесь огромный опыт, связи. Так и есть. Не у всех, к сожалению, такая база, да, но все-таки на что прежде всего надо обращать внимание, чтобы бизнес стал успешным. И конкурентную среду, конечно, да, надо же обсудить обязательно. Ну, как я уже говорила, чтобы бизнес был успешным, конечно, первое, нужно разбираться в том, быть профессионалом в этой сфере. Нужно собрать профессиональную команду и наладить работу. то нужно, необходимо... Вы знаете, кстати говоря, как не будет, может быть, банально будет звучать, но, например, в нашей сфере очень важную роль играет и офис в том числе. Так как мы люди креативные, нам необходима определенная обстановка, офис должен находиться в центре, там должны быть какие-то фишечки, которые настраивают ваш персонал на правильную работу. Поэтому, с одной стороны, наш бизнес интеллектуальный, казалось бы, он не требует больших инвестиций. Подумаешь, снял офис, купил всю технику мебель, посадил людей и... И давай зарабатывать деньги. Да, давай зарабатывать деньги. Вот, на самом деле... А какие фишечки у вас в офисе? Фишечки, ой, у нас фишечки, наверное, мы даже пригласим кого-нибудь из блогеров или журналистов пофотографировать наш офис. У нас офис современный, очень светлый, много стекла. Есть такая фишечка, барная стойка, на которой мы проводим неформальные собрания. Даже с... Прямо на стойке? Ну, не совсем на, но вокруг нее, да, за стойкой, извините. Я представил себе эти собрания. Наш логотип, он очень интересный, и цвет, который мы выбрали, все это вдохновляет людей на такую креативную обстановку. Кстати, момент вот очень важный, я согласен, Маргарита. Вот эти... выбор этих фишечек, ну и в принципе, да, если мы говорим о неком поиске вот этой оригинальной идеи, он прежде всего мотивирован чем? Что мне нужно создать атмосферу для сотрудников, да, чтобы они максимально выкладывались на рабочем месте. Или я должен... Слово такое не эфирное у меня. Я должен соригинальничать, чтобы будущие потенциальные клиенты, да, именно ко мне пошли, а не к моим конкурентам. Вот на кого я эти фишечки рассчитываю прежде всего? Смотрите, здесь должна быть синергия, о которой вы уже говорили. Сегодня у нас синергетический день. Да, дело в том, что если будешь стараться угодить всем, это тупиковый путь. Но это невозможно сделать, конечно. Мы изначально шли по пути придумать логотип, который отвечает или показывает ту философию, в которую мы заложили, является интересным, запоминающимся. Это же маркетинг все-таки. И отсюда уже пошел дизайн из самого офиса. Он был, хотя, конечно, изначально мы думали о том, как сделать его интересным. Не банальным, не простым, а именно интересным. Чтобы, попадая в него, уже сразу и клиенты, и сотрудники были расположены к какому-то эффективному, приятному общению, сотрудничеству. Ну, то есть, с точки зрения клиента, он, заходя, попадая в ваше офис, он сразу должен понимать, с кем он имеет возможность пообщаться. Конечно. Люди креативные, эти люди, которым можно доверить. Конечно, клиенты приходят... Вообще клиенты ждут от нас креатива во всем, даже в маленькой конфетке, которая лежит на ресепшене. Все это напрягает, конечно, нет? Нет, вы знаете, это интересно, прикольно. Если бы нас это напрягало, мы бы этим не занимались, потому что этим пропитана вся наша деятельность. Ну, везде креативить, но это, мне кажется, чересчур. А это уже стиль жизни такой. То есть, я так предположу, что вы вне рабочего пространства тоже все время... Серьезно? Конечно. Но, не знаю, я воспринимаю креативность как нестандартность мышления. Если нельзя идти налево, сейчас придумаю, как пойти направо или зайду с другой стороны. И в обычной жизни это тоже применимо. Добиваться своей цели всегда, чтобы ты там перед собой не поставил, как поговорить с милиционером, так, чтобы он тебя не оштрафовал. Это же тоже креативность. Ну, вот возвращаясь к инвестициям, если кто-то собирается открыть агентство маркетинговых коммуникаций, подобное нашему, потому что мы все-таки не являемся маленьким агентством, мы уже на стыке между маленькими и большими, здесь инвестиции требуются, там, минимум полмиллиона долларов. Из чего они складываются? Это вот на первое время. Из чего они складываются? Ну, как я уже говорила, из-за оригинального креативного офиса, находящегося где-то желательно в центре, потому что, например, наш офис находится на метро «Динамо» в современном бизнес-центре. Это оплата вот этих креативных, профессиональных, дорогостоящих сотрудников, это организация инфраструктуры, потому что мы работаем с информацией, для нас крайне важны серверы, техника, все, чтобы все работало бесперебойно, интернет, потому что это наш главный инструмент. Естественно, нужно заниматься собственным продвижением, но рекламу в нашей сфере не принято прямую о себе давать. Все-таки... А почему? Ну, в пиаре это считается неправильно. Да, моветон. Действительно, так и есть. И скорее нас находят по тем проектам, которые мы реализуем. То есть такое сарафанное радио, это вот как было, так и остается до сих пор. За нас говорят наши проекты. Но, тем не менее, продвижением агентства заниматься стоит. Участвовать во всех профессиональных сообществах, посещать какие-то мероприятия, информацию о себе, распространение. Так же, как и у всех, у нас есть сайт. У нас выходят новости о компании, материалы, интервью. Вот как-то так. И плюс, есть еще один очень важный момент в нашей сфере. Большинство контрактов с международными компаниями предполагают постоплату. Это очень серьезная вещь, потому что деньги в пути у вас находятся как минимум квартал. В связи с тем, что по контракту это 30 дней, ну, как правило, какие-то задержки документа, что-то там сбилось, не получилось. Или, например, в ивент-маркетинге там еще серьезней. Допустим, для реализации мероприятия 1-2 дня корпоративное мероприятие для клиентов компании, 200 человек в пятизвездочном отеле московском, будет вам стоить от 5 миллионов долларов. Это ваши инвестиции, которые вы потом вернете. Причем это же не ваша прибыль, это накладные расходы, в которых только часть это ваш гонорар. Соответственно, плюс к тому, что я уже обозначил, необходимо иметь какой-то запас оборотных средств. И он достаточно серьезный. В принципе, наверное, такой же, как озвученная сумма. То есть это нормально, когда я на свои деньги, условно говоря, какое-то событие провожу, а потом жду, когда мне клиенты оплатят в течение квартала. Вы знаете, вот за границей это ненормально, потому что ни одна иностранная компания не будет работать, пока все бумаги не будут подписаны. Ну, по-моему, это логично. Но не в нашей стране. В нашей стране это один из пунктов тендера. Вот для того, чтобы в тендер попасть в крупной компании, практически первым пунктом стоит, готовы ли вы кредитовать. Ничего себе. И если ты не готов кредитовать, ну, есть большой шанс, что ты выпадешь из тендера, даже если у тебя суперкреативная гиперидея. Тогда давайте с другой стороны. Смотрите, тендер этот, да, организует крупная компания, причем иностранная, скорее всего. Да, они, ну, это иностранные бренды, но компания уже российская. Хорошо, да. И тем не менее, они изначально, да, диктуют условия игры, которые за границей просто не приняты. Это вот что такое? Это какое-то особое отношение к российскому рынку, к российской действительности? Или, может быть, это плата или попытка, да, от рисков от каких-то застраховаться? Вот откуда это взялось-то? Вы знаете разные причины. Я знаю, что у одних компаний это так планируются расходы, так как они свою продукцию отдают на реализацию, и деньги к ним возвращаются тоже не сразу. Соответственно, они такую же политику с подрядчиками выбирают для себя. Для некоторых компаний это действительно проверка, потому что когда крупная компания доверяет большой бюджет новому агентству, которая вышла на рынок 20 января, да, она должна убедиться, а действительно ли мы готовы работать с таким бюджетом, можем ли мы гарантировать безопасность, и будет ли все реализовано. Поэтому на свои деньги сначала попробуйте. Да, приходится на свои. Да, погуляли компанию на свои собственные средства, потом ждем возврата инвестиций. А они могут не вернуться? Вы знаете, наверное, могут. Но, честно сказать, за всю мою практику, слава богу, такого не было. Слава богу. Да, и потом мы же тоже работаем не с компаниями-однодневками, а с крупными брендами. Не буду сейчас озвучивать. Нет, не надо. Соответственно, есть все-таки какая-то репутация компании. То есть, если... Извините, перебила. Но, тем не менее, кстати говоря, еще есть инвестиции в безопасность вашего бизнеса, к которому как раз и относится проверка компаний, и в случае каких-то неприятностей есть ресурс, который этим занимается. По каким линиям проверка осуществляется? По каким направлениям? По разным. По разным? Пробиваете через ГАИ? Нет. Не хотелось бы мне переходить на эти технологии. Хорошо, ладно. Это немножко такая интимная сфера. Тем не менее, необходимо иногда таким образом финансовую состоятельность проверить. Я скорее это относится к подрядчикам, которым мы передоверяем часть бюджета. Но, тем не менее. А, кстати, вот по поводу подрядчиков. Что заставляет подряд, что называется, предлагать свои услуги? Это масштабность какого-то проекта или просто есть, условно говоря, там есть специфика некоторых вещей, которые вы сами делать, ну, по разным причинам не можете, а прочим вот аутсорсом какой-то предложить? И то, и другое. Масштаб, это когда речь идет об ивентах, например, да, мы же проводим их во всех гостиницах, которые только есть в Москве, клубах, ресторанах. То есть на любых площадках, в том числе и за границей. Естественно, здесь никак без субподряда не обойтись, это самое простое. Точно так же, например, в каком-то из мероприятий интерактивная презентация в 3D. Это узкоспециализированная сфера. Естественно, мы у себя такой отдел не открываем, эти услуги, которые не так часто запрашиваются, тем не менее. И, соответственно, у нас на этот случай есть подрядчик. Или, например, строительство сцены, или, ну, любая техника, да, в мероприятии очень много составляющих. Или, например, типография, которая печатает открытки, которую мы придумали дизайн и предложили клиенту, ему понравилось, но напечатать это должна типография. Поэтому мы выбираем подрядчиков по такому же принципу, как работаем сами. Это должны быть профессионалы, это должна быть серьезная компания, это должны быть ответственные люди и креативные, которые могут ответить на все запросы наших клиентов. Смотрите, учитывая ваш опыт в бизнесе, да, я думаю, что выбрать профессионалов и дальше по списку, который вы озвучили, не так сложно. А если вот кто-то, не обладая таким опытом, действительно пытается будущего партнера себе изыскать, но достаточно конкурентном, да, рынке все же, он на что обращает внимание? Ну, условно говоря, там, как обычно пишут, да, в рекламках, там, компания 20 лет на рынке. О, для меня это уже плюс. На что обращать внимание? Ну, не всегда возраст показатель профессионализма, потому что, например, даже вот сейчас в мире такая тенденция идет, что клиенты выбирают маленькие агентства как раз-таки за их гибкость, за их креативность, за их индивидуальный подход и отказываются от контрактов с большими крупными агентствами. Не гибкими. Да. Маргарита, еще раз прервемся, новости на Финам.ФМ, потом продолжим. Итак, друзья мои, продолжаем эфир, бизнес-класс на Финам.ФМ. Сегодня в студии Маргарита Середа, основатель агентства маркетинговых коммуникаций Win-to-Win Communications. Ну, и говорим мы на тему, как открыть агентство маркетинговых коммуникаций и составить конкуренцию уже существующим, учитывая, что рынок-то этот, ну, наверное говоря, России все-таки сложно употреблять, да, что рынок давно существует у нас. Любой рынок не так, не так давно. Но, тем не менее, да, уж лет 20, наверное, как маркетинг России присутствует, правильно я понимаю? Да, все правильно. Так, давайте мы вот сделаем еще телефон, напомню я телефон нашим слушателям, 6510-99,6, код города 495. Ну, и продолжим, собственно, о тех непростых, да, непростых событиях, связанных с развитием бизнеса. Я так понимаю, инвестиции-то какие-то абсолютно неподъемные, я бы так сказал. Смотря с чем сравнивать. Ну, конечно, деньги немалые требуются и время. В каком-то бизнесе и 5 лет возврат инвестиций считается суперотлично. В нашем, скорее, я бы считала успехом, если бы мои инвестиции вернулись к концу второго года. Потому что к концу первого года это очень такой позитивный прогноз, скорее, чтобы не рвать. Нет, ну, два года это тоже для такого бизнеса, наверное, позитивно очень. Прибыль уже есть. Ну, это понятно. А возврат инвестиций, конечно, будет не так быстро, потому что как раз-таки я уже говорила о том, что необходимы оборотные средства сохранять. А, в принципе, это специфика этого маркетингового агентства, что так быстро, относительно быстро возвращаются вложенные средства. Вы знаете, наверное, это зависит все-таки. Я бы не сказала, что это специфика. У всех по-разному. У успешных агентств, да, возможно, такое. У маленьких, допустим, 3-5 человек объединились, сидели где-то в одной комнате и потом постепенно развивались. Конечно, там будет не такой быстрый рост. У нас сплоченная команда, клиенты нас знают, знают нас с хорошей стороны, нам не составляет труда поучаствовать в тендере и выиграть его. Мы, конечно, не выиграем все тендеры, но очень большое количество. Клиенты заключают договоры на длительное время. В процессе мы еще предлагаем клиентам расширить пул услуг. И вот таким образом у нас есть определенная стратегия развития бизнеса и как сделать его максимально прибыльным. Делиться я бы не хотела, это наше ноу-хау. Но придется, но придется. Почему придется, Маргарита, смотрите, потому что я процитирую вас. Ну, это уже, так сказать, в средствах массовой информации, поэтому никуда не деться. Это не секрет. Значит, я процитирую следующее. Модель вин-то-вин полностью соответствует как моим внутренним убеждениям, так и этическим представлениям нашей команды, говорит глава Маргарита Середа. Говорила, да. Говорила, говорю и буду говорить. И вот важный тоже момент мне показал. Стратегия подразумевает не передел рынка, а его развитие за счет создания эксклюзивных сервисов, а также исключительного качества услуг. Очень я люблю, когда мы начинаем обсуждать что-то эксклюзивное. Маргарита, что это за эксклюзивные сервисы такие? Если не секрет, опять-таки. Ну, эксклюзивные сервисы, это как раз-таки интегрированные коммуникации, в которых объединяются несколько инструментов, которые дают эффект. Конечно, мы будем заниматься разработкой и эксклюзивных услуг, но сейчас это только в планах. На первом этапе мы все-таки сконцентрировались на том, что мы умеем делать хорошо, но в планах развития у нас есть определенные идеи, какие из эксклюзивных сервисов нам предложить. В чем их эксклюзивность? Ну, эксклюзивность в том, что... Вы их объединили каким-то образом? Нет. То, что мы объединили, это, конечно, одна часть. То, что мы собираемся предлагать как уникальный продукт, это как бы другой вид эксклюзивности. Ну, предположим, те же тренинги, да, банальные для всех, казалось бы, что нового там можно предложить. Но ведь очень важно сам контент тренинга и та тема, актуальность темы. Соответственно, в какой-то период мы можем быть единственными на рынке, кто будет заниматься этим. Этой темой именно. Да, этой темой и в таком виде. Диджитал, он сам по себе является эксклюзивным, потому что очень быстро развивается и постоянно что-то новое возникает. Нужно быть всегда на волне и первым успеть это освоить и это предложить. Инвестиции в диджитал с каждым годом увеличиваются и, к сожалению, оттягивают часть бюджета у пиара. Но, тем не менее, переходит в диджитал. Ну, смотрите, я правильно понимаю, что вот в большей степени эксклюзивность тех вещей, о которых вы говорите, связана с вашим, ну, опять вернемся к этому, к нескромному достаточно заявлению, с вашим профессионализм, с неким внутренним чутьем. Вот кто-то не успел, а вы успели. Кто-то не подумал, а вы подумали. Так это? Абсолютно так, и плюс вот этот опыт и профессионализм, он позволяет и само предложение клиенту по конкретной задаче сделать максимально эксклюзивным, потому что в нем будут те инструменты или такое сочетание этих инструментов, которое будет давать максимальную эффективность. Не знаю, что еще можно добавить более конкретного про эксклюзивность. Это если только мы будем анонсировать какую-то новую услугу, но пока это еще рано. Понятно. Пока это секрет. Да, секрет. Хорошо, тогда вновь цитирую, и еще одну важную фразу я притерну, вернусь. Стратегия подразумевает не переделывание, а его развитие за счет создания эксклюзивных сервисов, мы об этом поговорили, а также исключительного качества услуг. И вновь исключительность, эксклюзивность, уникальность, боже мой. В этом, собственно, тоже креативность, наверное, да, вашего подхода? Да. Вы используете вот эти вот превосходные, так сказать, какие-то эпитеты. А мы так о себе думаем, и мы считаем, что это правильно. Вот вы, кстати, упомянули, очень верно нашу философию затронули, она как раз-таки, вот это вот отношение к персоналу, к его развитию, к тому, каким образом мы выстраиваем работу, оно и позволяет нам гарантировать максимальное качество. Ну, немножко об этом. Вот сейчас современный тренд — это управление по ценностям. То есть давно уже закончилось время управления по должностным инструкциям и по KPI, оно тоже проходит. Сейчас новый тренд — это управление по ценностям. Это работа с вашей командой, это согласование целей каждого отдельного сотрудника с целями компании. И это дает максимальный эффект креативности, самоотверженному труду, любви к тому, чем человек занимается. А все это гарантирует нам то, что мы можем клиентам заявлять о нашем исключительном качестве услуг. — Здорово. Не совсем я понял, правда, но развучало очень убедительно. — Смотрите, то есть получается, сейчас давайте разбираться, то есть получается, что у сотрудника нет некой, ну как раньше и сейчас, наверное, да, принято было, некой... Неких трудовых обязанностей, что ли, да? У него есть... — Нет. Обязанности, конечно, остаются, но что может мотивировать человека? Вот, допустим, у меня был такой пример. В свое время моя подруга работала в очень известной крутой крупной американской компании, сидела в крутом офисе, их постоянно тренировали то английский, то еще какие-то навыки. — Вот повезло, да? — Занималась пиаром, получала хорошую зарплату, лучшую из нас и всех. И в какой-то момент она говорит, вот я сижу полдвенадцатого в офисе и думаю, а чем я занимаюсь? Я продаю газировку. — Ну и чё ж? — Ну и человек расстроился и ушел, что он жизнь посвящает тому, что он продает газировку. Как сделать так, чтобы сотрудники были объединены целью единой, да, и у них была какая-то мотивация долгосрочная. — Ну это мы... — Каждый день мы делаем... — Да, слово мне нравится, это оно пафосное такое, но это мы говорим уже о миссии некой, да? — Ну и о миссии в том числе. — Корпоративная в данном случае идея должна была выглядеть так, что сотрудникам было предложено озвучить их миссию на этой земле. Это не просто банальная продажа газировки, а вот что-то связанное с... — Конечно, тем более это абсолютно соотносится с тем, о чём мы с вами уже говорили, о поколении Миллениум. У них абсолютно другая мотивация, абсолютно ценности... Ну не абсолютно, ценности отличаются, и как только профессиональная стабильная команда может гарантировать вам качество услуг, да, и как эту команду сделать стабильной и профессиональной. — А что с подругой-то-то, кстати, она не вернулась потом? Так всё хорошо было? — Вы знаете, она потом посидела полгода дома и пошла продавать молоко и молочные продукты, а потом разочаровалась в маркетинге, и... — Боже мой. — Теперь дома. — Да, а вот всего лишь надо, вовремя надо было назвать ту же самую банальную продажу газировкой, не просто продажу, а предложить миссию. Я делаю людей счастливее, потому что они пьют это, да, ну или что-то едят, или ещё что-то делают, и становятся от этого счастливыми. — Вы абсолютно правы, я недавно в кабинете одного из топ-менеджеров Сбербанка как раз-таки прочитала подобную миссию. — Ну уж Сбербанк-то точно делает людей счастливыми, конечно. — И я удивилась, я думаю, надо же, тоже в тренде. — В тренде, конечно. — Так, Маргарит, смотрите, у нас времени совсем мало, сколько у нас, чуть больше минутки. Но у вас сейчас важная, стратегически важная задача, да, в конце обращаемся мы к нашим слушателям. — Напугали. — Ну ладно, не пугайтесь. Подводим итоги нашей беседы, ну и, соответственно, обращаемся к нашим слушателям с точки зрения того, насколько позитивны перспективы развития вот этого бизнеса, конкретного бизнеса, связанного с маркетинговой коммуникацией в Российской Федерации в частности. — Как вы смотрите вдаль? — Смотрю очень позитивно. Несмотря на то, что экономика замедляется, единственной движущей силой является потребление. Да, и в этом смысле... — Оно тоже, кстати, замедляется. — Замедляется, но тем не менее есть. И а кто влияет на это потребление? Кто мотивирует людей к покупке маркетинга? Соответственно, мы живы и будем жить. — Слава богу. — И точно так же есть очень позитивные прогнозы по инвестициям как раз-таки в диджитал-сферу, о которой мы много говорим. Россия в 2014 году войдет в топ-10. — Ну и слава богу, Маргарита, времени нет. Спасибо вам. До свидания. — Спасибо.